Выход на посадку G3, аэропорт Амстердама, Схипхол. Именно здесь 17 июля в 11.30 по местному времени собирались пассажиры рейса MH17. На этом месте начиналась очередь людей на посадку. Все 283 человека проходили сквозь турникеты, дальше зону досмотра. На борту их уже ждали 15 членов экипажа. Здесь было много семей, людей с детьми. Как рассказывают работники аэропорта, последняя пара появилась буквально за секунду до закрытия выхода. Они думали, что их не пустят, но пара все же попала на борт. Хика Рап летела в Индонезию праздновать свой день рождения. В августе ей должно было исполниться 57. Это Тихский Яэкстра, ее лучшая подруга. 15 лет они были как сестры. На столе, за которым работала Хика, теперь теплые слова от коллег и свечи. 17 июля она должна была прислать мне фотографию, селфи, когда приземлится. Но ничего не было. Сначала я не могла поверить в это. Но потом я уже просто надеялась, что все произошло мгновенно, и Хика не успела почувствовать боли. Тело Хики родные не могли получить несколько месяцев. Сначала оно, как и тела всех 298 погибших, пролежало около 10 дней под палящим солнцем в Донецкой области. После недельной переезды в ворозильных камерах, по неофициальной информации, 5 тел Следственная комиссия не выдает до сих пор. Военная база Корпорал Ван Абхьюзен, север страны. Здесь находится центр обучения военных медиков. За блокпостами охраны ангары, в которых находятся тела погибших в небе над Донецкой областью. Внутрь никого не пускают. Один из ключевых вопросов. Чем был сбит Боинг? Если поражающие элементы выглядят как стержни, велика вероятность, что самолет атаковал штурмовик с воздуха. Если как металлические кубики неправильных размеров, то, скорее всего, стреляли с земли. Однако ни родственникам, ни журналистам поражающие элементы так и не показали. Вместо этого следствие, явно понимая, что людям нужно объяснить, чем занимались почти 8 месяцев, столько прошло с момента крушения, о своей работе все же отчитывается, демонстрирует крупные обломки. Воздушная база Гилдзерин. Колючая проволока, надпись на табличках «Опасная зона» охраняется боевыми собаками. Здесь журналисты со всего мира. Малайзии, Германия, Англия. Из Украины ни одного. Организаторы приглашали, но те отказались. Без объяснений. Репортеров, которые приехали, сажают в автобус и инструкцируют. Вы находитесь в запретной зоне. Во время движения автобуса фотографировать и снимать не разрешается. Никаких комментариев о том, как продвигается следствие, для вас не будет. На случай нарушений по периметру базы патрульные машины для обломков выделили три ангара. Все они почему-то находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Дабы подчеркнуть кропотливость работы, следователи даже сделали выставку фотографий из Грабова. Хотя к выяснению причин крушения лайнера они не имеют никакого отношения. Обратите внимание, многие фрагменты лайнера были распилены то ли болгаркой, то ли чем-то еще. Вот, например, прямой порез на фюзеляже. Организаторы заявляли, что части намеренно деформировали, якобы для того, чтобы их было удобно перевозить. Все части, разбросанные по ангарам, в хаотичном порядке. Полноценной выкладки обломков нет. По примеру, расследований мировых авиакатастроф специалисты должны были нарисовать на чистой поверхности контур и по нему выкладывать обломки. Вот так, например, это делали российские специалисты во время расследования крушения польского Ту-154 в 2010 году. Это один из основных способов выяснить, что произошло в небе над Донецкой областью. Но сейчас он почему-то игнорируется следствием. Этот ангар организаторы называют секретным. Здесь собраны, предположительно, все фрагменты, которые были повреждены поражающими элементами. Внутрь заходить нельзя. Не показывают самого главного – кабины пилотов. Она находится где-то вот за этой стеной и скрыта от глаз журналистов. И именно в ней изначально эксперты ОБСЕ увидели пробоины, предположительно, от автоматического оружия. Эти обломки теперь можно увидеть разве что на фото. Это одно из них. Вот как описывал фрагменты эксперта ОБСЕ Майкл Бачуркев. Еще в июле он одним из первых побывал на месте трагедии. Там были два или три обломка самолета, на которых видны отверстия от обстрела крупнокалиберным пулеметом. Причем обстрел велся очень и очень интенсивный. Почему сейчас части, которые указывают на атаку с воздуха, следствие не показывает вопрос? Нет доступа к ним и у голландских журналистов, которые ведут собственное расследование. Известно, что Киев и Нидерланды заключили сделку об особом способе проведения расследования. Вот копия соглашения, о котором я говорю. По нему комитет по расследованию катастроф не имеет права говорить, кто виновник трагедии. Кроме того, украинская сторона может попросить голландскую не публиковать любые данные, которые сама захочет. Каага, научно-исследовательский совет по безопасности. В этом здании находится комитет по расследованию катастроф. Здесь хранится большинство документов, связанных с выяснением обстоятельств, при которых был сбит Боинг МН-17. Здесь же должны храниться снимки, которые мог снять американский спутник. Он пролетал над Грабова ровно в момент трагедии. Попробуем войти внутрь. При виде репортеров тут же вызывают представителя расследования, который заявляет, Руководства в офисе нет и комментариев не будет. Скажите, а получила ли комиссия данные американских спутников? Могли бы вы показать их нам? Мы не будем показывать вам их. Мы не будем показывать никакие материалы, ни документы, ни фотографии. Встретиться с главой комиссии по расследованию нам все же удалось. Как выяснилось, тот факт, что в Донецке до сих пор лежат обломки самолета, причем довольно крупные, например, вот как эти, комиссию не смущает. В целом мы удовлетворены. Нам хватает здесь тех обломков, что есть у нас для расследования. Скажите, тот факт, что обломки пролежали на месте крушения 4 месяца, он что-то меняет? Конечно. Мы долго не могли туда добраться. И у этого есть свои последствия. И да, обычно такое расследование проводится на месте падения. Но мы это делаем здесь, на базе Гилза Риен. Предоставила ли Украина всю необходимую информацию для расследования? У нас до сих пор остались несколько запросов. На них наверняка уйдет еще один или два месяца. Еще одна попытка следствия отчитаться о работе. 10 февраля голландское правительство обнародовало ряд документов о крушении Боинга MH17. Только вот большая часть информации оказалась засекречена. Следователи просто заштриховали текст черным. Мы считаем, эти вещи должны быть публичными и прозрачными. Нам важно знать, какими были действия голландской стороны сразу после трагедии. Взаимодействовали ли они с повстанцами на Украине? Были ли контакты с Россией? И главное, почему прошло так много времени до тех пор, пока тела жертв вернулись на родину, в Нидерланды? Мы хотим знать ответы. И если надо будет, мы пойдем в суд. Российские эксперты подчеркивают, все эти действия Запада направлены на то, чтобы бездоказательно обвинить в трагедии ополченцев и Россию. И снять с Украины любые подозрения в причастности к трагедии. Вред и позор на свою голову взяли президент Обама и Кэмерон. Когда, не создав комиссии, не пощупав обломков, не посмотрев на трупы пассажиров, они объявили и виновника, и причины. Конечно, сейчас чем дальше, тем они больше затыкаются и молчат, потому что они знают истинную причину. А скрывают истинную причину в каком случае? Когда замараны в этом сами. Уничтожение малазийского Боинга могло быть спецоперацией украинских спецслужб. В районе, где произошла эта авиационная катастрофа, заблаговременно были развернуты подразделения украинских сил противовоздушной обороны. Кого конкретно хотели сбить и уничтожить украинские военные, вопрос, конечно, остается открытым. Был ли это малазийский Боинг, или же целью мог являться российский борт номер один, либо какая иная воздушная цель? Самолет был цинично сбит боевым самолетом украинских вооруженных сил. Более того, авиалайнер подвергся обстрелу как ракетами воздух-воздух, так и авиационной пушки с калиром 35 мм. Украина до сих пор не предоставила ни данных о полетах авиации в день катастрофы, ни первичные данные о радиолокации, ни информацию о нахождении своих ракетных комплексов и состоявшихся пусках. А именно украинскую зенитно-ракетную установку зафиксировали средства объективного контроля российского министерства обороны накануне трагедии. Велика вероятность, что сейчас данные о расположении своих зенитно-ракетных установок Киев уже уничтожил. Тихский Яэкстра, чтобы справиться с эмоциями, организовала международный флешмоб. В честь погибших они делают бумажных журавликов. Они украшают ими похоронные церемонии, складывают новые и загадывают желание когда-нибудь узнать правду о том, что произошло в небе Надграбова 17 июля.